МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Лэб-боксинг по безграмотности в одном из детских садов Рязани правила дорожного движения изучают наглядно. Кровь по-братски. В Рязани больше 30 росгвардейцев стали донорами. Лись и кусь ищут друзей. В специальном фонде поддержки хорьков рассказали об особенностях их содержания. С 1 мая в школах России по понедельникам будут слушать гимны и проводить торжественную церемонию поднятия флага. Правда, так встречать неделю пока будут лишь в пилотных школах. Повсеместно ведут это с 1 сентября. Об этом сегодня заявил министр образования России Сергей Кравцов. Кроме того, с 1 класса появится урок исторического просвещения. Изначально слова министра некоторые СМИ столковали так, будто это будут обязательные уроки истории. Но позже Кравцов уточнил, что речи об этом не идет. Впрочем, уже с начальной школы по предмету окружающий мир можно будет обсуждать историю своего края, малой родины и посещать музеи и выставки. Тем временем в дошкольных учреждениях уже вовсю внедряют современные образовательные технологии. Воспитатели придумывают новые подходы и методы к обучению. В детском саду номер 34 воспитатель старшей группы придумала и воплотила специальный макет перекрестка, где дети в игре изучают правила дорожного движения. Лэббокс или по-другому коробка с сюрпризом. С помощью нее малыши изучают правила дорожного движения. Ирина Афанасьева в детском саду номер 34 города Рязани придумала настоящий перекресток со светофорами, парковками и пешеходными переходами. Сейчас многие детские сады, многие коллективы в соответствии с ФГОС разрабатывают какие-то инновационные технологии, стараются двигаться в ногу со временем. И наш детский сад не исключение. И вот это моя методическая разработка по правилам дорожного движения. Есть, может быть, кто-то слышал, лэббуки, так называемые интерактивные книги с кармашками, с окошками, чтобы дети могли открывать, закрывать, то есть делать всякие манипуляции с ними. У меня лэббокс. То есть мне захотелось, так как у меня дети старшей группы, мне захотелось, чтобы они могли познавать этот мир своими руками, то есть потрогать, попробовать какие-то действия сделать и опытным путем прийти к тем или иным выводам. Вот такой сундучок-сюрприз можно сделать из подручных средств. Картонные коробки, самоклеющиеся пленки и распечатанные картинки. На первом занятии ребята сразу стали моделировать самые разные дорожные ситуации, которые с ними могут произойти на дороге. Они были заинтересованы с первых минут, потому что коробка – это эффект киндер-сюрприза. Детям всегда интересно, что находится внутри коробки. Во-вторых, когда это все открыли, потрогали, дети молодцы, они сообразили многие вещи сразу же. Внутри коробки есть модули разных цветов в соответствии с временами года. И дети быстро сообразили, что зеленый цвет – это весна и лето, белый цвет – это зима и оранжевый – это осень. Ну, а самое, конечно, интересное, то, что касалось правил дорожного движения, детям, во-первых, сразу же это понравилось, они включились в игру, сразу же в эту практическую деятельность, о которой я как раз и задумывала изначально. А когда там есть эффект коробка в коробке, они еще узнали, что в макете светофора есть еще дорожные знаки, и сами светофоры маленькие, которые они тоже могут обыгрывать. Но они просто были в восторге и кричали, что это невероятно, это невероятно. С такими лэпбоксами можно работать от самых маленьких детей и до старших. Как говорит Ирина Афанасьева, в планах у нее еще усовершенствовать свои изделия и придумать что-то новое. Лэпбокс можно применять абсолютно в любой образовательной среде. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». И в продолжение дорожной темы. 21 и 22 апреля в Рязани перекроют северный обход. Об этом сообщается на сайте дирекции дорог к Рязанской области. Цитата. В связи с проведением работ по техническому обслуживанию механизмов пролетного строения движение по мосту через реку Трубеш на автодороге «Северный обход» Рязань будет закрыто с 23.00 21 апреля до 5 часов 22 апреля и с 23.00 22 апреля до 5 часов следующего дня. Водители просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Более 30 сотрудников Росгвардии в Рязани стали донорами крови. Добровольно. Акцию накануне Национального дня донора провели в областной станции переливания крови. Артем Дубина первый раз сдал донорскую кровь еще лет 18. С тех пор в подобных акциях участвует регулярно. Вначале курсантам, теперь уже военнослужащим управления Росгвардии. Сегодня с Артемом сдают кровь еще 30 человек. Просто так, без какого-то приказа. Донорская кровь нынче нужна много где. Как и Артем, парни в деле не новички. Военнослужащие и сотрудники ведомства на этом рубеже всегда одни из первых. Такой ресурс, как кровь, очень важен. Ежедневно многим людям, пациентам требуется донорская помощь. И мы всегда готовы помочь. Поблажек росгвардейцам нет. Какими бы здоровыми парни не были, перед началом обязательный медосмотр. Потом на донорское кресло, где у них врачат берут 450 мл крови из вены. В современной медицине нужна не кровь целиком, сколько ее компоненты – плазмы и тромбоциты. А по окончанию процедуры, как и положено, чай и сладкое. Для быстрого восстановления. Мама, а кто это? На детской площадке, куда обычно выходят погулять хореводы, заводчики хорьков, этот вопрос самый популярный. Действительно, этого зверяка из семейства куних не относит ни к кошкам, ни к собакам. Это даже не грызун. Об особенностях ухода за ними нам рассказали в специальном фонде помощи таким пушистикам, единственным в Рязани. Хорек – небольшое животное, отличающийся гибкостью, изяществом и очаровательной мордочкой. Несмотря на короткие ноги зверяка, они мускулистые и сильные. Он не только может лазать по деревьям и рыть норы, но является еще и прекрасным пловцом. Кроме того, животное обладает уникальной подвижностью, поэтому зверек не может спокойно усидеть ни одной минуты. А домашненные – много столетий назад. Сегодня хорьки завоевали сердца множества поклонников по всему миру. Мы с мужем где-то года четыре, наверное, хотели завести хорька, не решались. Изучали в интернете, насколько все это будет сложно. А потом он работал у меня в Туле и увидели объявление, что хорька отдают за тысячу трехмесячного щенка. Он поехал посмотреть, а ему выносят хоренка и пакетик корма для грызунов. Хорьки вовсе не грызуны. Это самые настоящие хищники – близкие родственники норок и куниц. И питаются они как хищники мясом или, в случае с домашними хорьками, кормами, предназначенными для собак. Кстати, характер и поведение сравнить нельзя ни с кошачьим, ни с собачьим. Хорюк в доме – это маленький ребенок еще один. То есть все шкафы желательно на детских замках. Вся химия, все, что может быть погрызено, желательно убрать. Иначе достанут, раскопают, повыкидывают вещи из шкафов. У меня вот мой любимый Степа сожрал нос, ботинка. Тапчик целых в доме сейчас нет просто вообще. Две моих девицы у меня регулярно воруют компьютерную мышь, если только я от компьютера отвернусь. А я работаю с ней. То есть потом приходится по всему дому ее искать, куда они ее уволокли. Кстати, та первая девочка, которая появилась у Алексея и Елизаветы, прожила всего два года. Неправильный корм и уход у первых хозяев, к сожалению, сильно ударили по ее здоровью. Но она стала началом целой истории любви. Любви к хорькам, которую поймут только обладатели этих маленьких шерстяных дракончиков. Пришли в магазин посмотреть корм хорячий. А там сидят два хорячка в клетке. Ни еды, ни воды, ни гамака, ни лотка, ничего. Ну, естественно, это вы мои хорошие, мне вас жалко. Одна лись, вторая кусь, которая лись поехала со мной домой. Спустя время супруг Елизаветы начал вести группу ВКонтакте, где давал рекомендации по уходу за хорьками. В нее начали писать люди, которые находили потерянных или беспризорно бегающих по улице хорьков. А Елизавета и Алексей стали забирать таких домой и после пристраивать к новым хозяевам. Первого хорька нашли в Дядьково, в садовом товариществе. Мы поехали ее забрали, пристроили. Буквально прямо через несколько дней напротив нашего дома, около пятерочки, опять написали, что бегает хорек. Нашли, тоже пристроили. И вот нам с потеряшкой девчонки говорят, ну раз они к вам идут, наверное, это ваши. Интеллектуальные, веселые, подвижные, шустрые хорьки требуют очень много внимания. Выдерживает такого члена семьи не каждый. Потому отказываются, проще завести беспроблемную кошку, например. К тому же при сообразительности и ловкости хорьки запросто могут сбежать. Вот где мы сейчас живем на квартире, там получается квартира старая, и там трубы идут на сквозняк из санузла в ванну и в кухню. Вот одна из наших девиц научилась запрыгивать на ванну, спрыгивать под раковину и дальше шуровать где хочет. Так вот сегодня я поняла, что она научила этому всех остальных. Часто хозяевам приходится отказываться от щенков в связи с возникшей аллергией. Сегодня еще одной проблемой содержания стало отсутствие в продаже корма. В этом отношении хорьки требовательны. Некачественный корм вызывает серьезные проблемы с ЖКТ. Сегодня у Алексея и Елизаветы живет 8 хорьков, попавших в трудную ситуацию зверушек. Супруги поддерживают, пристраивают и следят за их жизнью. Если вы купили хорька и поняли, что это не ваше животное, вам помогут найти ему новую семью. Нашли хорька на улице? Не проходите мимо. Свяжитесь с фондом через группу ВКонтакте. Его заберут, при необходимости пролечат и найдут ему новых родителей. Просто хотите помочь хорькам? Напишите или позвоните. Вам расскажут, как это сделать. К слову, все хорьки, находящиеся под опекой фонда, обязательно проходят ветеринарное обследование с проведением при необходимости хирургических операций, лечения и реабилитации. И только после этого для них ищут новую, лучшую семью. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Война закончилась больше 70 лет назад, однако отголоски тех событий доносятся до сих пор. Каски, оружие находят и сейчас. Страшнее для горожан найти патроны или неразорвавшиеся снаряды. В этом году сезон открыл житель Ряжского района. С этой ржавой 82-мм мины житель Ряжского района и открыл, что называется, грибной сезон. Нашел он этот трехкилограммовый подарок в местной лесополосе. Трогать не стал, поступил разумно. Сразу вызвал спецслужбы. На место прибыл отряд разминирования. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали боеприпас, идентифицировав его как 82-мм минус со следами коррозии. Соблюдение мер безопасности боеприпас был уничтожен вдали от населенных пунктов. Этот снаряд для взрывотехников фактически открыл сезон. Он первый в этом году. В прошлом, например, уничтожен 21 боеприпас. Это не только мины времен Великой Отечественной, но еще гранаты. Притом речь идет именно о снарядах со взрывчатым веществом. В лесах, кстати, находят и муляжи. А иногда боеприпас детонируют самостоятельно. Выездов у спецов Росгвардии хватает. Поэтому и напоминают об основных правилах безопасности. Росгвардия предупреждает. При обнаружении подозрительных предметов нельзя трогать и перемещать их. Необходимо оградить доступ к ним других граждан и незамедлительно обратиться в экстренные службы. В любом случае, осторожность стоит проявлять как в походе за грибами, так и даже при прогулке по лесам. Время сегодня суровое. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «День города» выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 18 по 24 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова